Пробуждение чакр В самом начале Вселенной, в бесконечной пустоте, вспыхнула искра Божественного Сознания. Божественная энергия порождает Вселенную. Вспышка энергии расширяется и вращается, как колесо. Так раскрутилось колесо жизни, оно породило пространство и время. Все на свете вращается, от спиральных галактик до бесчисленных мельчайших атомов. Природа Вселенной – это вечное круговращение энергии. Уплотняясь, звездная пыль принимает различные формы. Так появляются звезды и планеты. То сжимаясь, то расширяясь, единая космическая энергия проявляет себя во многих вещах. Наша сверкающая голубая планета – это живое существо в космосе. Она вращается вокруг Солнца и вокруг своей космической оси. Она состоит из природных элементов – земли, воды, огня, воздуха. Она состоит также из сознания жизни, звуков и красоты. Все элементы земли должны находиться в гармонии. Это равновесие и есть основа колеса жизни. Это наш дом. Порожденная Божественным Сознанием, энергия уплотняется. Она существует во множестве проявлений. Небо – Отец. Земля – Мать. Между ними существует семь уровней проявления Божественной энергии. Как радужный мост, они соединяют между собой небо и землю. Это – семь ступеней лестницы, которая восходит от материального мира атомов к нематериальному миру чистого сознания. Тело человека связано с космосом и другими телами, единым принципом вращения, единым принципом энергии сознания. Энергия жизни движется вверх по центральному энергетическому каналу, который называется сушумно. Энергию несут два потока, направленные вверх и вниз. Они периодически перекрещиваются, меняются местами и образуют двойную спираль. Эти энергетические потоки несут энергию жизни снизу вверх по семи чакрам. Это формула пробуждения. Чакры – это энергетические центры нематериального человеческого тела. Каждой чакре соответствует определенный уровень сознания, а также психофизиологические процессы, протекающие в данном органе или соответствующие данной чакре. Поднимаясь вдоль семи чакр, мы путешествуем вместе с энергией. Сейчас мы находимся в базовой чакре, которую изображает темно-красный лотос. Эта чакра находится в основании позвоночника. Она – воплощение материального мира, силы притяжения, силы, которая трансформирует энергию в форму. Она создает плотность физических тел. Ее элемент – земля. Она связана с инстинктами выживания и самосохранения. Эта чакра – ваша первичная связь с планетой. Это – матрица жизни. По легенде, энергия женского божества Шапки, воплощенная в змее Кундалини, спит, свернувшись тремя кольцами в основании позвоночника. Она как бы соединяет материальные элементы воедино. Если разбудить спящую змею Кундалини, она устремится вверх, пронзая и пробуждая по очереди все чакры на своем пути. И эта змея, энергия Шапки, достигнет верха и найдет там своего божественного мужа, супруга Шиву, который пребывает в чистом сознании. Эта чакра называется Муладхара, что значит корень, основа. Для долгого путешествия вам надо набраться сил, вам нужны корни, уходящие глубоко в землю. Здесь ваш дом, в мире, в спокойствии, безмятежности, которая дает вам природа. Созерцайте ваши корни здесь, они находятся в храме вашего тела. Муладхара пробудилась в основании позвоночника. Теперь, открывая шестилепестковый лотос, вы приходите во вторую чакру, которая называется Сватхистана. Это значит центр, который сам себя поддерживает. Эта чакра связана с водой, ее элемент — вода. Это непрерывное течение противоположных начал природы. Эти начала вечно притягивают друг друга и отталкивают друг друга. Это противоположности, это мужское и женское, это день и ночь. Они стремятся соединиться и стать единым целым. Это вечное движение, это ваши желания, ваши потребности. На этом уровне вы поддерживаете баланс силы кундалини. Здесь она и соединяет, и разъединяет энергетические потоки. здесь кундалини создает то, что мы называем им и ян. Это символ вечной борьбы и единства противоположных начал природы. они постоянно вращаются и находятся в постоянном равновесии. В человеческом теле свадхистана связана с низом живота, бедрами и тазовой областью. Это центр движения, чувственности, удовольствий и желаний. Здесь человеческие тела соединяются, чтобы зародилась новая жизнь. Здесь мужское и женское соединяются в экстазе. Здесь они открываются волнам страсти и вожделения. и вождение. Удовлетворив желание второй чакр, Вы движетесь к третьей. Эта чакра расположена в области солнечного сплетения. Это желтый лотос, он называется Манипура, полный самоцветов, драгоценных камней. Эту чакру представляет элемент огонь. Из земли через воду вы попадаете в огненный центр. Здесь искра божественного огня вспыхивает, как осознание себя, своего «я», своей воли и могущества. Этот огонь преодолевает сопротивление материи, он дает толчок всем событиям и процессам. Огненная сила дает вам способность проявлять волю, управлять своей жизнью. Вы можете стойко переносить все невзгоды и оставаться свободным. Вы можете достичь своей цели. Вы получаете власть. Эта мощная огненная энергия несет в себе не только созидательную, но и разрушительную силу. Эта мощная огненная энергия должна быть укращена. Вы должны заставить ее служить вам. С помощью различных практик вы можете укротить и подчинить себе энергию кундалини, сделать ее своим инструментом. Вы должны поместить укращенную энергию кундалини в манипуру, где она служит для вас источником и хранилищем деятельной силы. Если вам удастся укротить свой эгоизм, если вам удастся стать хозяином своих желаний, то манипура станет для вас хранилищем драгоценных камней вашего сознания. Воспламенив третью чакру, вы поднимаетесь выше, к сердцу. Здесь вы находите зеленый лотос, который состоит из 12 лепестков. Эта чакра называется анахата, неуязвимая. Элемент этой чакры – воздух. Здесь вы погружаетесь в мягкость и безграничность неба. Здесь змея кундалини поднимает вас ввысь на крыльях любви. Вы можете ощутить прикосновение божественного. Это заставляет ваше сердце открыться навстречу каждому дыханию, каждому биению сердца, стать легким и прозрачным. Здесь вы постигаете сердечную любовь, привязанность и дружбу. Здесь, словно в танце, вы учитесь дарить партнерам свою любовь и энергию, не требуя ничего взамен. Это чакра сердечной любви. Вы объединяете мужское и женское, тело и дух, свое и чужое, в идеально гармоничное целое. Сердце – это место мягкости, нежности, глубокого сострадания и доброты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова